Друзья, всем привет! Сегодня очередное видео, которое посвящено автомобилям с регистрацией в Армении. Ранее уже я рассказывал об этой проблеме, что в России большое количество машин везено из Армении, которые сейчас формально по закону запрещены к эксплуатации. Речь идет о том, что в свое время в Армении действовали сниженные таможенные пошлины при вступлении в ЕАЭС, то есть в которые также входит и Россия. Согласно договоренностям, Армении должны были обеспечить эксплуатацию вот этих машин, которые были везены с пониженными ставками, только на территории Республики Армения. Однако, по факту, эти машины массово оттуда вывозились в Россию, то есть туда перекупщики катались, кто-то частные лица ездили, покупали эти машины, и, соответственно, они их перегоняли на территорию России и продолжали эксплуатировать здесь. То есть на них стояли армянские госномера, зарегистрированные они были на территории Армении, а по факту эксплуатировались в России. Кто-то по незнанию это делал, кто-то как бы из самых благих побуждений просто попытка была сэкономить, а кто-то целенаправленно злоупотреблял этим, то есть они массово перегоняли, во-первых. Во-вторых, там была такая фишка, что старые камеры не фиксировали эти армянские госномера, и многие могли, получается, безнаказанно нарушать ПДД и не получать штрафы за это. Как известно, на данный момент, согласно информации ГИБДД, в России порядка 300 тысяч, то есть даже больше уже 300 тысяч машин, которые зарегистрированы в Армении, то есть довольно-таки немаленькое количество, и теперь возникли проблемы с эксплуатацией. То есть ГИБДД в регионах начали штрафовать таких водителей. Согласно действующим требованиям на эти машины, получается, распространяются требования по срокам регистрации, то есть по закону при ввозе машины в течение 10 дней она должна быть поставлена на учет в России. Если речь не идет о международной эксплуатации, то есть если это международное движение, водитель является гражданином Армении, получается, едет на этой машине с армянскими номерами, то там на определенное время ему разрешается передвижение. Однако если это гражданин России, он должен поставить эту машину на учет в России. Естественно, никто этого не делает. Почему? Потому что данная машина, можно сказать, была ввезена неофициально, то есть беспошлинно. Чтобы ее поставить на учет, нужно ее оформить на таможне. То есть машину нужно растаможить. А в некоторых случаях, когда это старые бэушные иномарки, вот эта стоимость таможенных пошлин, стоимость растаможки, она может быть сравнима со стоимостью самой машины. То есть это уже экономически нецелесообразно. Просто проще эту машину вообще выкинуть, ее не эксплуатировать. И такие требования действуют до 2023 года. То есть в 2023 году вот эти машины, которые были введены из Армении, они по закону перестанут считаться иностранным товаром. То есть их не надо будет растамаживать. Соответственно, у людей остается только выбор либо ездить и получать штрафы за нарушение правил регистрации, либо поставить свои машины на прикол. То есть у нас сейчас кончается 2020 год, 2021, 2022. То есть два года просто так на машине не ездить. Через два года только в 2023 году можно садиться за руль таких машин. То есть получается такая правовая неопределенность. То есть довольно-таки ситуация неприятная. Причем, как я уже говорил, 300 тысяч, получается, владельцев таких пострадавших. Понимая это, в минувшую пятницу в общественной палате России прошли обсуждение вот этой проблемы по поводу машин с армянской регистрацией. То есть там были приглашены сотрудники ГИБДД, представители СМИ, общественные организации, объединение водителей и прочее, прочее. И они пытались обсудить этот вопрос, то есть создать рабочую группу, чтобы понять, что же дальше с этим делать. То есть, возможно, какие-то правила временно поменять, чтобы все-таки позволить таким владельцам эксплуатировать свои машины по закону на территории России. Однако в рамках своего выступления представитель ГИБДД заявил о том, что никаких исключений по закону на данный момент нет. То есть ГИБДД не может как-то избирательно кого-то штрафовать, кого-то не штрафовать. Требования для всех едины. Соответственно, пока в законе эти требования есть, эксплуатировать эти машины по факту запрещено. То есть ГИБДД пока не преклонны. Они настаивают на том, что это небезопасно, то есть контроль должен быть за этими иностранными машинами. Однако представители общественной палаты все-таки создали рабочую группу, которая в дальнейшем должна проработать этот вопрос. С учетом мнения населения, с учетом мнения водителей, собрать мнения автоэкспертов и какие-то сделать выводы, сделать предложения, чтобы на уровне уже верховной власти, получается, поменять какие-то требования закона, чтобы найти возможность эксплуатировать эти машины. Может быть, какой-то компромиссный вариант их оформления. То есть, в принципе, в ближайшее время возможно, что этот вопрос разрешится. И все-таки вот эта проблема, 300 тысяч вот этих автовладельцев ее смогут решить каким-то образом. Будем ждать новостей по этому поводу.